Компания «Элта» представляет Мы не жалуемся, но мы показываем, насколько все это трудно. То, что происходит с диабетиком на самом деле – его реальная жизнь. В 2018 году стартовал проект «Диа-челлендж», участникам которого предстоит показать, что значит не бояться, а действовать. Изменить достаточно серьезно в своей жизни многие вещи. Это процесс трансформации длиною в полгода. Пять секунд. Четыре. Три. Регулярные занятия спортом, управление сахарами, эмоциями, ежедневные отчеты о проделанной работе. Это история про практику, это история про повторение. Это то, что мне нужно и чего я давно ждал. Реальные преодоления. Это правда тяжело, адски тяжело. А жить-то хочется. И тогда происходит борьба с самим собой. Реальные победы. Реалити-проект о жизни людей с диабетом. Мы бросили себе вызов, а ты? На прошлой неделе проект «Диа-челлендж» покинул один из участников. Кирилл, спасибо тебе большое, что ты был с нами. Настя Мартынюк получила предупреждение. Настя, у тебя тоже испытательный срок на неделю. Кирилла по-человечески очень жалко. Мы ехали в такси. Все, конечно, были эмоционально очень взбудоражены. После того, как Кирилл покинул проект, я била себя в грудь и говорила, что надо сразу было. А Дима сидел впереди, слава богу. Я не могла до него дотянуться. Он говорит, что он ничего не делал. Ну и что? Человек слаб. На вот это я еще больше выкипала. Мне хотелось ему сказать, что надо за собой следить. Мне хотелось действительно в драку вступить. Так, Оля, Дима, что слышно? Как прошла неделя? Ну, неделя прошла отлично. Какие вообще за это время еще вопросы ко мне появились? По-моему, непокорному сахару. Если у меня сахар 12, я колю 2 единицы. Спустя час или полтора, верю, у меня те же 12 в лучшем случае, а то и 13. Угу. Я колю еще 4. Угу. Спустя час, у меня опять те же 12. Угу. Когда же, думаю, он сразу становится. Ну, на 12 все-таки не 2 можно колоть, а больше в твоем случае. Не так, конечно, как раньше, да? На 12 раньше сколько был колол? 7. Я помню. Поэтому сейчас на 12 можно 3-4 пробовать, но если это не ночь. Мне нужно, как оказалось, мерить сахар еще и ночью. Ну, не всегда, но бывают моменты, когда нужно. И я узнал, для чего это делать. Самое главное. Я тебя прошу, если ты ночью ходишь, и сахар у тебя 12, и ты делаешь подколку, я очень прошу ставить будильник и измерять сахар. Не варианты. Я потом целый день как раз варенные пельмени, а меня просто не простят. Ну что, это разве сложно померить сахар, проснуться и дальше уснуть? Это несложно, но я потом работать не смогу. Он меня попросит, скажет. Нет, а в чем? Ты потом уснуть не можешь, что ли? Нет, я наоборот усыплю весь день. Ну от того, что ты 5 минут проснешься и ты… Дин, ну надо пока потерпеть. Нам надо просто выработать, понять, какая чувствительность идет, какой коэффициент идет на понижение. Иначе мы так и будем это все гадать и не понимать вообще, что у нас с утра с сахарами. И я узнал, что есть какие-то моменты, которые я пока не понимаю, несмотря на свой большой стаж диабета. Дмитрию Шевкунову 42 года, а его диабету 27. Диагноз был поставлен в 1991 году. Однако до сих пор Дмитрию сложно смириться со своей болезнью. Я до сих пор не могу привыкнуть к этой болезни. Я помню прекрасно, когда я жил без диабета и все было хорошо. Как я встречаю людей, которые диабет, да, они говорят, что есть жизнь до диабета, а есть жизнь после диабета. Так у меня нет такого периода и даже, наверное, очень хорошо, потому что, когда ты живешь без диабета, ты понимаешь, что ты можешь все. Ты можешь есть, когда хочешь, ты можешь пить, когда хочешь. Не нужно каждый раз мерить кровь, не нужно каждый раз колоть себе в живот, в руки, в ноги. Очень многое зависит от человека, который возьмется тебя лечить на начальном этапе. То есть в моем случае было как, мне сказали сразу, что приговор, все, спорт забудь, нормальную жизнь забудь, вот сейчас будешь уколы делать и будешь лежать в больнице по полгода. Мне повезло, что в моей палате лежал парень, который профессионально занимался боксом, а он мне сразу сказал, что не слушай и все будет нормально. Будешь просто мерить сахар, контролировать здоровье и есть, в принципе, все, что хочешь, просто ставить на это инсулин. При этом он чувствует себя прекрасно, без депрессии или без каких-то негативных эмоций о диабете, в принципе. И вот, как бы, после общения с ним я себя настроил, что, ну, надо попробовать как-то это, ну, как пожить уже, что, как есть. И все, потом поймал все прелести диабета. В моем случае, в моем спорте, то есть инсулин выступает как анаболический агент очень хороший. То есть он помогает набирать мышечную массу, если пользуется им правильно, грамотно. А плюс ко всему диета диабетическая очень схожа со спортивной диетой. Ну, в плане подсчета как-то регулирования БЖУ, который ты ешь. Ну, поэтому сказать, что диабет – это приговор, это неправильно будет. И диабет – не приговор. Мне попались замечательные люди, которые за собой следили с самого детства. Была медсестра, у которой с двух лет был диабет. И на тот момент ей было, ну, наверное, 21-22 года. И я видела, она счастливая, у нее горели глаза, у нее не было осложнений, она жила полноценной жизнью. И вот она с нами с детишками в больнице была, и она показывала нам, как она делает уколы, как с этим жить. И она для меня стала таким кумиром, и я для себя поняла, что ничего страшного нет, я тоже буду такой. Для меня был шок, когда я только заболел, и мне выдали шприц, который нужно кипятить. Мало того, что он был большой, там была такая тупая игла, которой я просто не мог в ногу воткнуть. Шли годы. Тупые иглы сменили современные шприц-ручки. Появились помпы, улучшилось качество инсулинов. Но только не отношение Дмитрия к диабету. Актуальным вопросом для него по-прежнему оставался – за что мне это все? Диабет – это уже как какой-то дополнительный груз, который висит. Причем бывают ситуации, когда нужно думать о чем-то важном, о каких-то рабочих делах, а тебе еще нужно думать о своем сахаре, и мозг просто кипит. Вроде много замеров. Ну вот какие-то вещи всплывают. Инсулин мне в то время подколол, не написал, здесь не отметил. Вроде ерунда, но она не позволяет мне сделать должных выводов. Вообще не позволяет, понимаешь? Он каждый раз говорит, Анастасия, я все понимаю, я услышал вас, я понимаю. Но, к сожалению, я так жил 20 лет. Значит, Дмитрий, итак, еще раз все-таки, что мы делаем с сегодняшнего дня? Делаем паузу. Сколько? 30 минут. Нет, зависит от стартового сахара. От стартового, если в руку… Ну, если сахар стартовый, там, 3, то, естественно, я паузу делаю. Если сахар 5. Если сахар 5, то делаем паузу. Сколько? Ну, 20 минут. Нет, ты сейчас должен сказать, была какая еда. Потому что я тебе могу сейчас сказать, Дмитрий, да шашлык у нас будет? Нет, нет, нет. А если, спасибо. Дин, смотри, вот если ты, например, берешь свой завтрак, да, бутерброд, чай с медом, с маслом. Во-первых, я тебе советую, прямо очень советую, не надо вообще есть чай, пить чай с медом. Вообще не надо на нормальный сахар. Не надо. И сладкий чай вообще не надо пить, мне кажется. Я так понимаю, что у тебя… Ты не избежишь… Меняю привычку. Ты не избежишь вот этих подъемов. Ни один инсулин не догонит вот это. Ну, это объективно так. Просто если у тебя сахар стартовый 5, нужно просто съесть чай без меда и бутерброд. Ты жить хочешь? Зачем тебе перепад 15 через полчаса? У тебя сахара через 15 минут уже будет высокий. Если ты хочешь сладкий напиток, тогда действительно делай инсулин, делай паузу полчаса и тогда пей сладкий напиток. Иначе ты не избежишь вот этого пика здоровенного. Вот поэтому я и сказала, что когда сахар 5, Дмитрий должен был спросить, Анастасия, а какой завтрак ты вообще будешь? И если у тебя завтрак тот, который у тебя есть, то как минимум сильно полчаса. Почему я хочу, чтобы ты убедил Олю, что тебе иногда надо полчаса держать? Ты должен ее теперь убедить, что тебе нужно полчаса держать. Ты это все знаешь и мы все знаем с тобой, что если ты не будешь держать полчаса, то у тебя будет реально скачок, который постоянно имеет место быть. А если у тебя будет что-то иное? Ну например, не знаю, ты приедешь в школе в гости, а Оля ест у нас на завтра. Что у нас Оля ест на завтра? Я очень люблю арсанку с бананами. 5-6 хлебных единиц с утра. А БЖЕ там есть? Если есть 40, то да. Сколько ты делаешь паузу? Обычно, например, если сахар 3,9, то это 15 минут. Понимаете, какие вы все разные? Вот у нее всегда 3,9 с утра практически. А у тебя нету 3,9. Понимаешь? И она, конечно, может делать эту паузу 15 минут. И она все равно ее делает. А ты бы на эти 3,9 уже начал ездить давным-давно. Еще бы кричал мне, что Анастасия, если я сейчас не поем, то я точно загипую и умру. И гипповать плохо, и гипергликемия это тоже очень плохо. Но еще хуже колебания, достаточно серьезные, которые были как раз у Дмитрия. У него была постоянная нестабильность. Это еще большая ситуация, которая приводит к осложнениям сахарного диабета. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А мы здесь просто как люди, которые могут помочь в нужный момент и направить в нужную сторону. То есть не надо рассчитывать, что мы будем тянуть к цели. Цель, которую Дмитрий озвучил, придя в Диачеллендж – набор веса. И только спустя полтора месяца работы на проекте осознал – в их отношениях с диабетом есть не только внешние, но и внутренние проблемы, многие из которых родом из детства. Изначально, когда я только заболел, то у меня было много друзей, мне было 15 лет. И как-то резко вокруг меня стало меньше друзей, меня стали меньше приглашать там какие-то встречи, знакомства. И я как-то резко ощутил, что я практически один. В нашем обществе очень много примеров крайне негативного отношения к детям с сахарным диабетом. Особенно, когда это связано еще с инъекцией инсулина – шприцы. Вплоть до того, что их и наркоманами называют, и шприцы у них отбирают, и обзываются. Особенно в подростковой среде. Очень много историй и случаев, когда из-за заболевания ребенка распадаются семьи, когда или отец, или мать, они устраняются от взаимоотношений с детьми. Я думаю, что для моей мамы это было таким шоком, ударом. И если взять то, что тогда было очень мало информации об этой болезни, то мама сказала – нет, не колей инсулин, не делай себе уколов, постарайся без этого обойтись. Ну, я, конечно, пытался, но понял, что мне плохо, и я без этого не смогу просто жить. У нас были такие споры, и спустя три года этой борьбы я понял, что мне нужно просто уйти из дома. Машина готова, в кармане ключи. Уходишь из дома – присядь, помолчи. Я темой сахарного диабета занимаюсь около шести лет. И очень много историй таких, ну, конкретных известно, когда родители сами нуждаются в психологической или психотерапевтической помощи в связи с тем диагнозом, который появляет у своих ребенка. Ну, сейчас мы с моей мамой дружим очень. Мы уже поняли друг друга. Я понял, что это было не специально, ничего плохого в мыслях моей мамы не было. С каким состоянием работаем? Сначала я работал радость и гнев. Вообще, мое, как бы, постоянное состояние – это ноль эмоций. Ни позитив, ни негатив. Отрешенный просто. Ну, я… вот. И я с этим… Пустое такое состояние? Пустое состояние, да. Тогда, когда есть эмоциональная травма, то есть закрытые области, которыми достаточно сложно управлять, и человек в своей жизни их обходит. Не притрагивается к ним, поскольку они достаточно бескомфортны. И поэтому часть работы, которая у нас происходит, она связана с нахождением этого травматического материала, его депотенциализации, то есть уменьшения степени эмоционального напряжения. До участия в проекте «Диачеллендж» Дмитрий никогда не обращался за помощью к психологам. Про эмоциональное напряжение не слышал. О том, что оно может влиять на жизнь, не знал. А в отношениях с социумом в качестве защиты выбирал скрытность. О своем заболевании не распространялся, особенно при устройстве на работу. Ну, мне кажется, что у нас в обществе больной человек – это какая-то ассоциация со словом «неполноценный». И даже если бы меня могли воспринимать с моей болезнью, то мне было бы тяжело самому в этом признаться. Я бы сам тогда себя ощущал бы неполноценным человеком перед другими. На диабетиках почему-то принято ставить крест. Если, говоришь, у меня там болит, не знаю, сустав, говорят, а, у тебя диабет, стаж там 15 лет, да что ты хочешь, у тебя диабет. Еще что-нибудь, какая-нибудь жалобы, да, действительно, она с диабетом никак не связана, но тебе говорят, у тебя диабет, что ты хочешь. У меня есть инвалидность, третья группа бессрочная, но на работе тоже не знает никто, я ни разу на собеседовании это не говорила. Все здоровые, ну, и я тоже здоровая, нормально. Я могу так же, как и они. В этом вопросе я очень жестка. Я не жалею диабетиков, я не понимаю, почему их надо жалеть. Если у них пошли осложнения, например, почки, глаза, это очень страшно, но ты сам довел до этого. И тот путь, который мы пройдем во время проекта с каждым из героев, он, возможно, поможет людям, да, которые будут нас смотреть, понять, как им двигаться дальше и куда им двигаться. Я стал следить за своим здоровьем после того, как у меня появилась семья, жена, дети. Я уже понял, что кому-то я нужен, и эти люди от меня зависят, и мне нужно обязательно следить за собой. Женой я познакомился на остановке в городе Иваново, город невест, и, в общем-то, с тех пор неразлучный уже 13 лет. Я не жалею об этом. Ну, бывает, конечно, всякое, у него тоже характер непростой, но… Так, и как бы нормально. По-моему, даже в первый день нашего знакомства я сказал, что у меня диабет, но Наташа не знала ничего об этом. Она не понимала, что это такое. В день свадьбы у меня случился приступ к гипогликемии. Они знали, что со мной делать, что со мной вообще происходит. И подруга, Наташа, она посоветовала вызвать скорую, и врачи уже делали мне глюкозу. Это была брачная ночь. Мне даже было такое, что мне говорили, как ты так можешь, вот ты связалась с таким человеком, вот он больной, ты на себя такую ответственность вяжешь. Я сказала, я связалась с ним, это моя проблема. Я, значит, готова это все нести с ним вместе, это пережить. Так, два, четыре. Тут лишнего, наверное, кольцо всегда, да? Пять или нет. Но я не съел никаких углеводов. Я ел только мясо и помидоры. А у колон я как бы перестраховался. В ходе проекта измерение сахара вошло у Дмитрия в привычку. Раньше такой привычки не было. Глюкометр показал 2,4. Гипогликемия. Сейчас Дмитрий пытается проанализировать, в чем была ошибка. А еще месяц назад он мог даже этого не заметить. Я к гиппам привык и часто было такое, что Наташа мне говорит, у тебя гиппо. А я вообще не чувствую, я говорю, да нет, не может быть. Ну иди померь. Я меряю и на самом деле гиппо. Скажите, вот это касательно родных людей, да? А касательно не родственников. Ну, например, метро. Вот ты шел в метро, да, что-то случилось, ты упал. Как людям, прохожим понять, что вообще у тебя сахарный диабет? Как тебе помочь вообще? Конечно, можно повесить браслет. Но кто будет читать браслет? И у нас люди, ну да, ну прочитай, что у тебя диабет. И что? Ну да, они знают. Ну там сахар какой-то. У меня был вот случай в метро. Я ехала, измеряю кровь. Я не стесняюсь. Все. Нальтик. Сидит напротив мужчина. Смотрит на меня. Думаю, ну просто любопытно. Я померилась, все убрала. Он достает из сумки банан. Говорит, на сахар поднять. Человек просто знал, вот что такое диабет. Но таких людей мало. Многие еще путаются, потому что не разу задавали вопрос, что, Лена, а если у тебя гипогликемия и низкий сахар, значит тебе надо укол еще сделать? Да, кстати. Почему? То есть все думают, что если гипогликемия, надо сделать укол. А если у тебя высокий сахар, наверное, тебе надо покушать. Я говорю, нет, наоборот. Вот, да, это тоже проблема. Вот упал ты. Ладно, увидели у тебя браслетик, что у тебя сахарный диабет, залезли в сумку. Увидели, там упал. Солдали тебе, не знаю, таких случаев не слышал, но это же страшно. У меня, кстати, было пара случаев, когда я, как правило, в Гиппу просто так не падаю, в том смысле, что у меня все-таки есть вот это пограничное состояние, когда я чувствую уже, что меня ведет. Ну, соответственно, с собой есть либо сахар, либо сок, либо какой-нибудь батончик. Я просто успеваю это съесть, и все нормально. Но пара случаев у меня было, в спортзале был случай, в школе, и как-то даже просто на улице, в метро. Когда я поняла, что у меня вот сейчас вот будет уже, то есть меня уже начинает потряхивать, и я лезу в сумку, и понимаю, что у меня нет вообще ничего с собой. Вот, и все, наконец. То есть что делать в этой ситуации? А у меня реально руки трясутся. То есть даже если с собой там деньги, кошелек, не факт, что я добегу до магазина, успею. У меня было такое, что я закипывал в поезде. Ехал в поезде, у меня тоже с собой ничего не было. Там ехали люди в соседний купе, и они кушали. Ну я весьма говорю, дать вы что-нибудь поедете. Дима, реакция людей, когда ты просто шли в луни в поезде. Ну, сначала недоменно лица там. Я не кажу и не прошу каждого дня. Смысл в том, что это не тот случай, когда надо бояться показаться каким-то не таким. То есть это тот случай, это вопрос жизни и смерти. Если тебе это надо, значит, ходи и проси у каждого встречного, ну там, человек десятый или пятнадцатый, что-нибудь у него найдется, и он тебе это даст. Так. Ну то есть вот одна вот эта вот гипа была в пятницу? Да, да. Больше не было гипа, правильно? Нет, не было. Вот вся неделя прям шикарная была. 3-4. Давай думать, как это все произошло. Значит, в девятнадцать был сахар 6,1. Да, я что-то неправильно посчитал, по-моему. Я потом думал об этом, ну из-за чего он упал так. Ну, что-то там... Одиннадцать хаил. Я, по-моему, пельмени сделал так, как мне написал под секрет, а они... А они все-таки другие. Получается, меньше веселые, да. Они меньше веселые. Да. А он мне на них там выдал какую-то нереальную цифру. Ну что-то крутовато вообще, как бы. Я просто сейчас сижу и думаю, сколько же надо было съесть пельменей, чтобы уколоть одиннадцать. Ну, с твоей чувствительностью. Ну, да. Ну, реально много. Что там за эти пельмешки-то вообще были? Пельмешки, я помню, это флотка. Пельмешки. Вот так. Я вот так. Я вот так. Я вот тоже... Пельмешки-олешки. Во-первых, пельмешки были со спешкой. Потому что ты их съел, и паузу ты точно не выдержал. Вот у дураку ясно, потому что его накрыло волной. То есть у него постпендиалка была высокая, а потом его долбануло. Это первое, это сразу было видно. А второе, подсикрет, это, конечно, очень классно. Это все классно. Но вы покупаете пельмень или какой-то вообще готовый продукт. Там четко по-русски написано, сколько там в составе. В смысле? Так можно в тот-сикрет и взять наш трех код навести. И он этот состав выведет в тот-сикрет. Чего? Прикинь. Даже так можно сделать? Да вычурки. Да. А просто есть тонкости, что он и в готовом, и в сыром виде. Разная у него калорийность и бжу. Пельмешек. Вообще, в принципе, всего. Взвешиваем вареные. Конечно. Не, но вареные, они сколько воды набрали из себя. Вставляешь? И ты, конечно же, и сделал, на них долбанул. Вот ты и гипанул. Дима, ты теперь самое главное усвоил, что нужно в сыром виде все-таки читать. Анастасия обещала с Наташей пообщаться, победить. Высчитывать. Не то, что увидеть, она просто мне подскажет, как правильно это все делать. Конечно, и как правильно это делать. Я с этим не сталкивалась никогда. Она меня просто научит, подскажет, как надо делать. Это полезно не только мне, но и тебе. Для вас противное задание завести какую-то такую себе, не знаю, поваренную книгу для Дмитрия. И, собственно, занести и несколько раз просчитать какие-то вещи, но основные, которые делаются. Супы, которые там нам, да, не всегда как бы понятно, что вы туда кладете. Каши. Дима, на самом деле, большой молодец, потому что то, с чем он пришел и то, что он имеет сейчас, ну, это можно и нужно точно хвалить. У меня практически пропали гипогликемии, которые каждый день были со мной. И вчера у меня был с ним, когда разговор, я сказала, Дим, ну вот скажи честно, вот уже прошло полтора месяца, а у тебя первая неделя, я могу тебя поздравить, когда у тебя нет состояния гипогликемии. Как голова-то вообще? И он мне говорит, голова посветлее. Дима, ты недавно установил помпу. Расскажи, пожалуйста, вот прям твои самые свежие впечатления, что ты думаешь по этому поводу? Ну, для меня помпа – это, как сказать, возможность попробовать какой-то другой вид компенсации диабета, из-за румяных шприц и ручек. Диабет проще компенсировать, конечно, на помпе, но нужен хороший учитель для того, чтобы это освоить. И самое главное – нужна практика. А на практику нужно, соответственно, время. В России есть программа по бесплатному обеспечению диабетиков помпами. Для того, чтобы получить помпу, нужно обратиться к своему лечащему врачу, от него получить направление на госпитализацию. Насколько я знаю, что есть в городе Киров программа, также в Москве, в Уфе. В разных городах. В разных городах, да. Хочу тоже заметить, что даже не обязательно иметь инвалидность для этого. То есть любой абсолютно человек с сахарным диабетом, с диагнозом сахарный диабет может поставить это. В Кирове получаешь только взрослый он в Кирове. Ну, Дин, мы сейчас не акцентируемся на Кирове, мы акцентируемся на возможности. Возможности для взрослого получить в Кирове, да. Возможность для ребенка будет стоять год в очереди. Я об этом и говорю, что ребенок тоже может, просто у детей есть очередь, да. А вот те люди, которые копят деньги, сколько сейчас в среднем стоит помпа? От 100 тысяч. Вот помпа, которую выдают в Кирове, стоит около 120-120 тысяч. Почему? Да, еще вот вопрос. В основном так девушки говорят, но тем не менее. Вот и к Диме, и к девушкам. А вот когда на тебе что-то висит? Какой-то предмет, да? Ну, в данном случае это помпа. Это вопрос восприятия. Мне тоже кажется, что это неудобно. Это когда я сейчас начала практиковать йогу, и там все вот эти проползания, и если ты стальной иголочкой проползаешь по пузику, ну, очутимо. Ну, честно. Внимание, вопрос. Кому вообще удобно? Понятное дело, что неудобно. Ну, тут вопрос преимуществ, которые дает комплекс. Да, да. Вопрос только блюда и тесто. Все нормально. Это зависит от человека. Это вопрос восприятия. Я один раз содрала, просто зацепившись трубочкой за кухонной шкафчиком. После этого я стала двигаться. Надо помнить, что... Лично его надо заправить. Да. У меня вот ребенок сейчас начал дергать за шнурок тоже. Хочется вырвать. Галышом по квартире ты не походишь. Да. Ты неправильно. А куда ты ее крепишь, если галышом? На хвостик. На хвостик. На хвостик. На хвостик. На хвостик. На хвостик. Ну, когда у меня была длинная... Нет, у меня мысли не было на хвостик. Нет, когда у меня был длинный катетер, я крепила на волосы. Офигеть. Сейчас у меня короткий катетер 60 сантиметров, я вешаю на цепочку. Все. Все. Вопросов нет. Мы все любили. Я бы в голову не пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, привет. Привет. Как прошел день? Насыщенный. Голова прикол. Супер. Очень. Информативно. Советую очень. И продуктивно. И очень весело. Сегодня прошла неделя испытательного сорока Анастасии. И Анастасия меня удивила. На этой неделе я, наверное, выкладывалась на все 100%. Пыталась понять, анализировать, что от чего, почему, как происходит. Начала еще больше стараться и больше делать. Потому что я понимаю, насколько важен для меня этот проект и во сколько он мне нужен. Настя, ты большая умница. Так держать. Двигайся в том же духе. Вот. Молодец. Большинство участников, они включились в трансформационную работу. Они все сразу это сделали с разной степенью раскачки и интенсивности. Но в основном сейчас все уже набирают хороший темп. И есть уже достаточно значимые достижения. Возникло понимание, что для того, чтобы были результаты, необходимо систематически работать. Это проект «Диа Челлендж». Встретимся через неделю. Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»